Дорогие сестры, у нас сегодня первый день нового 2015 года и по нашей хорошей традиции в наших церквах мы определяем какие-то направления в наших молитвах. И вот сегодня у нас еще раз напомню, что молитва о готовности к приходу Иисуса Христа. И вторая молитва о том, чтобы был мир на земле, на которой мы с вами живем. И казалось бы, ну немножко нет такого общего между этими направлениями. Это здесь земное, а то небесное. Но когда я готовился, Господь меня побудил рассуждать о Словом Божьем. Вы знаете, я очень много схожего увидел. Поэтому я предлагаю, чтобы мы вместе с вами прочитали из Евангелия от Матфея. Хорошо, когда мы с собой носим на собрание священное писание. Не только на экране смотрим, есть у нас личные Библии, Евангелия. Мы можем даже пометочку какую-то сделать. Это наш духовный рост. Евангелия от Матфея мы будем читать 5 глава, 9 стих. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Сегодня много говорится о мире. О мире, особенно в нашей Украине. Вы знаете, 3 года назад мне пришлось быть в Иерусалиме с братьями. И вот там в Иерусалиме на каждом углу, на каждом перекрестке улицы было написано «Шалом тебе Иерусалим». На всех языках, и на русском, и даже на украинском, и на английском, и на всех языках. «Шалом», то есть «Мир». «Мир тебе Иерусалим». Я думаю, что они так пишут? Спрашивают так, почему? Говорят, потому что тяжело сейчас в Иерусалиме, идет война. И люди молятся, люди пишут напоминания, чтобы был мир. И вы знаете, вот этот призыв к миру у меня вот так всколыхнул тогда. Я думаю, действительно, как вот там евреи, живущие в Иерусалиме, желают мир своему городу. Мы с вами читаем «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Из других заповедей блаженства, я думаю, здравомыслящий христианин, который имеет память, должен их знать на память, десять этих заповедей, то некоторые говорят, ну, не давая таких благословений, может быть, на первый взгляд кажется, ну, кто милосердный, тот помилован будет, кто жаждет – насытится, кто ищет – получит. А вот здесь, казалось бы, миротворец, который мир, слово такое сложное, творит, сразу Бог ему дает такую привилегию, великую привилегию – сразу я тебя назову Сыном Божьим. Безо всякого. Если мы сегодня знаем, есть такие даже войска миротворческие, есть еще другие вещи, и, может, какие-то награды, преференции эти люди получают или организации, но Бог говорит здесь, на земле, нам с вами, что сразу Он нас переводит в сыновья Свои. И хотелось бы еще одно место прочитать. Когда мы читаем Библию, бывает, иногда у нас возникают вопросы. Тут же в Евангелии от Матфея, и некоторые сразу говорят, что Библия себе противоречит, но это не так. И в Евангелии от Матфея написано с 10 главы, написаны такие слова, тоже Иисус Христос сказал. 34 стих, 10 глава. «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч. Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». И вот буквально два изречения Иисуса Христа, даже в одном Евангелии, на первый взгляд совершенно противоположные. Но это на первый взгляд. Если мы вырываем этот отрывок из всей той речи, которую Христос рассказывал и ученикам, и народу, и фарисеям. Если во втором случае, где Христос говорил, что Я принес на землю меч, о чем была здесь речь сказана? Чуть выше мы читаем очень знаменитые два стиха Библии, Иванлии. Я думаю, если у вас есть личность об Иванлии, их можно подчеркнуть. Очень важные. И там сказано так. «Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую и Я перед Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным». И дальше он говорит о том, что будет разделение среди людей. То есть, о чем здесь речь? Здесь речь говорит о проповеди Иванлия, об исповедании, об провозглашении, как глашатая стоит на площади, провозглашении Иванлия, как мы провозглашаем смерть и страдание Христа во время вечерей. Там такое слово сказано. Мы провозглашаем это. Громко говорим во всеуслышание. И вот здесь сказано, что, оказывается, верующий человек не должен в себе втайне хранить свою веру. Он должен исповедовать ее перед людьми, потому что таким образом и Христос будет исповедовать нас с вами перед Отцом Небесным. И вот разделение души и духа, и судит намерение помышления сердечные. И вот этим мечом мы можем пользоваться, провозглашая слово людям. А люди не воспринимают это слово, не все, но некоторые, и становятся нам врагами, даже домашние. И сказано, они берут физический меч и начинают уничтожать христиан через тюрьмы, через гонения, и вплоть до смерти. Такое было, и такое будет, потому что Христос сказал, меня гнали и вас гнать. Но мы с вами сегодня молимся и о другом мире, который мир здесь земной. Если это духовное противостояние, которое есть и будет до самого пришествия Христа, потому что мы Божьи провозглашатые, то в Евангелии от Матфея 5 главе Христос говорит о тех людях, которые стремятся здесь на земле творить мир, блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. И вы знаете, быть миротворцем, это не просто в молитве по призову пресс-фитера или по решению церкви, есть когда молитвенный листок, совершить молитву. Нет. Это очень глубокое состояние души. И без этого состояния наши молитвы будут очень перед глазами Божьими жалкими, очень маленькими, очень малозначущими. И как же это быть? Как это быть миротворцем? И именно, что чувствовать внутри себя? Вы знаете, мир начинается, и делание этого мира, творение этого мира, начинается просто между нами, в наших семьях. Люди, бывает, ссорятся вплоть до развода. Из-за чего? Кто-то разбил любимую чашку с блюдцем. Я не могу простить. О коем мире может быть? И я не могу простить, это самая моя любимая была чашка, хотя этих чашек сейчас делают миллионы штук. И люди придумывают причины, чтобы возжечь такой конфликт. И верующий человек, он, я думаю, что должен стать выше, выше. Почему? Потому что мне хотелось бы еще одно место прочитать в послании Галатан. Очень тоже хорошее место. Там Господь так говорит, что 4 глава, 4 стих. И это касается действительно верующих людей. Что когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А вы, а как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего вопиющего Ава Отча. Посему ты уже не раб, но сын. Если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. То есть получается, если мы с вами получили Духа Святого, то мы получили усыновление и наследство. И Бог называет нас сынами. А Сын Божий должен творить дела, угодные Богу. То есть быть миротворцем. То есть вначале Христос сказал, что блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Люди сразу не поняли. Это начало было проповеди Иисуса Христа. Дальше нам Иваня объясняет, что с приходом, действием Святого Духа мы все с вами усыновлены кровью Иисуса Христа, когда пришла полнота времени. И сегодня мы дети Его. И поэтому желание мира, оно должно быть заложено, должно быть естественно в наших сердцах. Если этого нет, то человек не может называться сыном Божьим. Он называется сыном дьявола. Потому что дьявол пришел убить и погубить. И если рассуждая об этом, особенно в связи с тем конфликтом, который произошел в нашей стране, вы знаете, мне пришлось с нашей семьей действительно, я говорю, что прям сильно, но прилично коснуться наш конфликт. Мы жили в Донецке, и вот уже больше семи месяцев мы не можем там находиться, пришлось все оставить. Мы объездили разные области в Украине, и за границей были. И я понял, что такое быть странником и пришельцем, просто-напросто. Ну, единственное, только в шатрах еще не жили мы. Так получилось. И я, например, видел, какое отношение людей к этим военным действиям просто в сердце разных людей, разных национальностей. И вот, когда разговариваешь с человеком, у него желчь такая, ненависть, и он говорит, я в церковь хожу. Я говорю, какой же ты миротворец? У тебя внутри нету этого стремления творить мир. Если даже ты не в состоянии остановить людей с оружием, но у тебя в сердце должно быть то, что мир Божий в нашем сердце. Ты дитё Божье, ты сын Божий, да, но я их ненавижу. Один вообще мне писал по интернету, что он назвал себя пастором церкви. Я не знаю, что там за церковь, что я возьму автомат и приеду и буду тут всех крошить. Я в шоке был. Это за границей он писал. То есть, получается, в каком мире может быть, в каком миротворстве может быть, когда люди так говорят? И говорят, что они верующие люди. И вот получается, что Дух Святой, который живёт в нашем сердце, он посылает нам мир свой. И об этом мы прочитаем тоже хорошее место послания филиппийцам. Что сказано? Что много мы не можем решить. Мы не можем решить какие-то серьёзные вопросы. Но мы можем решать это через наши молитвы. Но если наше сердце направлено на мир, если в нашем сердце нет мира и мы кого-то ненавидим, неважно за что, может соседа, что он сделал нам плохое, может родственника, что он тоже плохое или нехорошее сделал, или обидел чем-то, или может быть наших врагов, которые нам причиняют такое зло. Но вопрос какой? Сказано так, мы читаем послание филиппийцам, что все эти проблемы, шестой стих, четвёртая голова. Все заботы, не заботясь ни о чём, но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Бога. И дальше идёт благодать. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдёт сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Я считаю, вот что значит быть миротворцем. Не просто формально помолиться, Господи, дай мира, а там как вытянет. Нет. Важно, чтобы мы были направлены на мир, чтобы наше естество было направлено на мир. И вы знаете, я вспоминаю две истории из Нового Завета. Хоть это древние истории, но в Новом Завете они упоминаются. Однажды была битва на небе, и дьявол и ангелы его сражались с Михаилом и ангелами его, да? И повержен был враг душ человеческих на землю. Прошло некоторое время. На землю Бог послал пророка Моисея. И вот однажды этот Божий человек умирает на горе Нева. И сказано, что не нашли его тело. А вот апостол Петр пишет, что произошел спор, чуть ли не до битвы, между дьяволом и Михаилом. И вот казалось бы, у этого ангела Божьего была вся сила, он однажды поверг его на землю. И с чем можно было с дьяволом рассуждать? И вот этот ангел Божий в кротости, в мире сказал, да запретить тебе Господь. И дьявол не получил тело Моисея. И вот я думаю, иногда бывает в нашей жизни, если в нашем состоянии духовном, в нашем сердце полный мир Божий, мы можем сделать больше, чем обвешаны будем оружием, имея бронетехнику и так далее. Потому что мир Божий разбивает сердце человека и изменяет. Откуда мы черпаем мир Божий? Из Слова Божьего. Потому что Слово Божие дает это нам. И она проникает и в других людей. Я хочу сказать, что сегодня хорошая тема нам об этом молиться. И прежде всего, стать самим миротворцами. Миротворцами в нашем сердце, в нашем естестве. И чтобы из нас сказано, то оскверняет или благословляет, что выходит из человека. То есть, что выходит, что мы говорим, что мы действуем, какие поступки совершаем, какие мысли наши. И бывает такое, что когда пообщаешься с человеком, неважно, в общественном транспорте, где-то в магазине, или по пути из церкви, и вот поражаешься о глубоком его внутреннем мире, так сказать. Но этот мир бывает, иногда направлен правильно, а иногда совершенно не в правильную сторону. Человек очень обижается, начиная на служителей, на то, на то, на то. У него миллион претензий. Я говорю, Господи, я говорю, спрашиваю тебе, дорогой друг, а где вообще мир Божий, который превыше всех ума? Где у тебя в сердце? Ты куда его дел? Не бодрствуем? И не возлагаем все на Господа. И даже если что-то не так, мы видим, давайте возлагать на Господа. Если мы действительно наладим мир в своем сердце, поверьте, мы будем усиленно, мощно, с постовым молитвой, молиться и за мир в нашей стране, в нашем регионе, в наших городах. И поверьте, и наши молитвы будут очень действенны. А потому что бывает все формально. Я не хочу никого обидеть, но Бог мне положил сегодня такое на сердце, чтобы действительно мы были миротворцами. И в заключении я хочу прочитать тоже место послания к евреям, которое так нас и призывает. И оно сравнивает, проводит параллель между тем, как мы можем быть здесь миротворцами, здесь на земле, и о том, что мы можем увидеть на небе. послание к филиппийцам, ой, послание евреям, извиняюсь, 12 глава, с 13 стиха, два стиха. «И ходите прямо ногами нашими, дабы хромлящее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Мы сегодня молимся о мире, мы сегодня молимся о встрече с Иисусом Христом, и без этого человек не может увидеть Господа. Пусть Господь нас благословит, даст нам мудрости, чтобы действительно мы были Божьими миротворцами, чтобы Бог нас называл, Бог называл, как Он в свое время называл, «Я Бог Авраама, Исаака, Иакова», так и Бог называл, что мы дети Божьи. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok